Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги «Экклезиаста», буддистская такая глава. Читаем перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Почему я назвал ее буддистской? Ну, наверняка многие знают историю Будды Гаутама, про то, как прекрасный принц жил счастливый в своем дворце, потом вышел на улицу и узнал, что есть смерть, бедность, болезнь, нищета, страдания. Собственно, с этого начался его поиск, и он привел к созданию буддизма. Если очень кратко, то его вывод – не желай, тогда не будешь страдать от того, что твои желания не сбываются. «Экклезиаст» начинается с очень похожего, и четвертая глава, пожалуй, напоминает выход этого принца из своего золотого дворца. Он же тоже «Экклезиаст», наш лирический герой, я так его называю. Он царь богатый, успешный, у которого есть все. Вот он не испытал страданий, наверное, до какого-то момента в своей жизни, уже вполне взрослой жизни. Хотя зубы и у царей болят, или обижаться и царский ребенок будет на того, кто ему не дал игрушку. «Но в какой-то момент он вышел из дворца. И видел я все притеснения, что творятся под солнцем, и слезы притесняемых, и что нет им утешителя. На стороне обидчиков силы, и утешителей нет. Как часто мы это видим? Я понял, что лучше тем, кто уже умер, чем тем, кто еще жив. Да, бывают, живые позавидуют мертвым. А лучше всего тому, кто еще не рожден и не видел злых дел, что творятся под солнцем. Лучше вообще не родиться. Ну, тут мрачнейший пессимизм. «Видел я, что всякие труды, умения в делах рождают между людьми зависть». О, да, постоянно. И это пустое, это погоня за ветром. Пустое погоня за ветром – ключевое понятие. То есть, что такое зависть? Это и есть погоня за ветром. Я завидую человеку, со мной бывает иногда. То есть, я пытаюсь догнать то, чего я не могу схватить. Ветер. Так, ну и что же. Глупый складывает руки и поедает собственную плоть. Ну, скорее всего, речь идет о том, что человек, у которого не хватает сообразительности, он ничего не делает, чтобы заработать себе на жизнь. Идет на дно такой водовой, закрыли наш завод, ой, работы я лишился, ой, что теперь делать, все плохо. Ищи другую, делай что-нибудь свое. Лучше одна горсть в покое, чем две горсти в тяжких трудах и погоне за ветром. Ну да, в лагерях Колымских была поговорка «убивает не маленькая пайка, а большая», потому что за большую надо с утра до вечера очень тяжело работать, и ты расходуешь больше энергии, чем получаешь. И все равно о том же, лучше жить в проголодь, но спокойно. Кстати, врачи подтвердят, да, от стрессов, инфарктов 40 лет. Еще видел я пустое под солнцем. Человека один, и нет рядом с ним другого. Нет у него ни сына, ни брата. Нет конца его трудам, не радует его вид собственного богатства. Для кого же тружусь я и лишаю свою душу счастья? Это пустое, эта тягостная работа. К чему быть богатым и успешным, если нет рядом любимых людей? Двоим лучше, чем одному, ибо их труды будут вознаграждены. Если упадут, один поднимет другого. А если упадет одинокий, и некому его поднять. Лягут двое, им тепло, а как согреться одному? Легко одолеть одного, а двое смогут устоять. И тройная нить оборвется нескоро. То есть трое еще лучше. Смотрите, экклезиаст без конца перечисляет. Все бессмысленно, все плохо, мы все умрем. Кстати, довольно прав в этом. И вдруг у него такие солнечные лучи сквозь тучи пробиваются. Это где говорилось про бога, про то, что в человеке есть нечто вечное, только мы его не можем понять. Но там это так невнятно. А вот здесь очень конкретно, доказательно, есть примерами. Когда людей двое, это точно хорошо. Вот все пустое. А когда с тобой рядом человек, с которым вы любите друг друга, причем это может быть брат, друг, жена или муж, соответственно. Это не очень важно. То вы уже не впустую это делаете. То, да, все плохо, 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 мы все умрем. Но лягут двое, им тепло. Вот по крайней мере, когда люди вместе, то они получают нечто. Может быть, это и есть поиск вот того зародыша вечности, который в людях есть. Где, где в этом мире? Или богатство? Нет. Удовольствие? Нет. Пьянство? Женщины? Ну, или мужчины для, соответственно, девушки? Нет, 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 все не то. А вот лягут двое, им тепло. Может быть, вот это? Но есть еще что-то важное. Лучше бедные, но разумные юноши, чем старый глупый царь, не желающий внимать советом. Юноша вышел из темницы и стал царем, хотя и родился бедняком царства не того. Это, кстати, очень похоже на царя Давида. Он, правда, непосредственно в темнице не сидел, но как бы бежал из тюрьмы. Саул пытался его догнать, но он стал царем, хотя родился бедным пастушком. Вот смотрите, Экклезиаст говорит, да все ненадежно, богатство, труды, да. Но мудрость может тебя возвысить даже там, где ты этого не ждешь. Еще одна вещь, которая может быть ростком вечности. И увидел я, что рядом с каждым из живущих, пока ходит он под солнцем, идет ребенок, который займет его место. Слушайте, а вот это здорово. Он до сих пор говорит, мое богатство уйдет, кто знает, кому достанется, все сломают, испортят, разворуют, растащат. А идет ребенок, который займет мое место. Богатство, да, улетит. А мое место пустым не будет. Он даже не говорит сын, потому что там не у всех есть сын, допустим. Он говорит, какое-то новое поколение. Может быть в этом зародыш вечности, который есть в человеке. То, что ты уходишь из мира, да, но твое место не остается пустым. Бесчислен народ несчести тех, кто жил прежде, однако потомки их не прославят. Что мы знаем о своих предках, да, он у нас сейчас любит говорить об их подвигах и так далее. Но людей-то мы этих не видим, как правило. Мы видим одни лозунги про них. И это пустое, это погоня за ветром и томление духа. Вот есть множество прошедших поколений, о которых мы ничего не знаем. То есть надеяться на то, что вот, скажем так, принадлежность к знаменитому роду, к великому народу, к чему-то еще станет для тебя смыслом жизни, тоже не приходится. И вдруг неожиданный совет. Ступая осторожно, направляясь в Божий дом. Лучше приходить туда и слушать, чем приносить жертву, как глупцы. Они неразумные, потому творят зло. Вот про скинию или храм. Ну, здесь Божий дом, это такое описательное выражение. Ну, скорее про храм, конечно, уже во времена Соломона он был построен. И речь идет про то, что участвовать в религиозных обрядах, приносить жертву – это глупость. Ничего себе. Моисей предписывает приносить обряды в пяти книжах и много где еще это сказано, что нужно делать. А он говорит, да лучше приходить и слушать, чем приносить жертву. То есть обряды – вещь формальная. А вот стяжание мудрости, а вот попытка проникнуть в смысл того, что происходит, это уже не пустое. И это зародыш вечности в человеке, наверное. Вот экклезиаст сначала все так очернил, взял в ведро черной краски и размазал ее ровным слоем. А потом начинает ее отскабливать и смотреть, а вот здесь лучик, а вот здесь что-то проглядывает, а вот здесь золото. Интересный характер у человека. Субтитры создавал DimaTorzok